Сегодня у посольства США в Москве, где традиционно выстраивается внушительная очередь из желающих получить заветную визу, царил небывалый ажиотаж. Десятки людей, едва переступив порог, тут же выбегали обратно на улицу и начинали метаться в поисках укромного места. Такого, где можно ненадолго оставить, скажем, зарядное устройство. С 1 сентября в посольстве начали действовать новые правила безопасности, согласно которым внутрь запрещено проносить любую электронику, а также предметы, которые, цитата, могут быть использованы как оружие. И под это определение, как выяснилось, попадает практически все, начиная от айпада и зарядки для него до флакона духов и пилки для ногтей. Те, кто новые правила перед походом в посольство не прочитал, оказываются в, мягко говоря, непростой ситуации. Владимир Кобяков отправился посмотреть. Странное поведение граждан уже несколько дней можно наблюдать вот в этом месте Москвы, у здания по адресу Новинский бульвар, дом 21. Иногда кто-то что-то здесь начинает закапывать, прятать щели между бордюрами, присыпать осенними листьями предметы, но это все про изобретательных персон, причем не про шпионов. У кого фантазия победнее, просто оставляет вещи перед входом и затем направляется вот в это здание, консульский отдел американской депмиссии. В сентябре, прогуливаясь возле консульства, неожиданно для себя можно найти и спрятанные в округе планшетники, торчащие провода из клумбы, так маскируют зарядные устройства, на металлических ограждениях гроздья наушников. Если внимательно осмотреть цветы, можно найти духи, дезодоранты. Сообщения о появлении клиптоманов в этом месте пока не появлялись, хотя при желании тут можно собрать неплохую коллекцию полезных мелочей. Все дело в том, что в посольстве США вступили в силу новые правила безопасности. Внутри на хранение принимают только телефоны. Остальные электронные девайсы, растерянные посетители, вынуждены перед входом прятать, закапывать и маскировать. Самой депмиссии отвечают. На сайте есть все объяснения и объявления. Не разрешается проносить А. Электронные устройства, за исключением мобильного телефона, размеры которого не превышают 3 на 13 на 6 сантиметров. Б. Предметы, которые могут быть использованы как оружие. С. Большие сумки, включая портфели, рюкзаки, чемоданы, спортивные сумки. Поскольку сотрудники посольства не принимают на хранение такие предметы, их владельцам может быть запрещен вход в здание посольства. Тем не менее, в консульство идут и с планшетниками, и с рюкзаками, и с духами. Снаружи предприимчивые граждане уже организовали свой бизнес. Рядом с консульством дежурит машина с табличкой «Камера хранения». Пока вы будете получать американскую визу, покараулят ваши вещи. 100 рублей предмет. Хотя нет никакой гарантии, что собрав на хранение, например, 20 айпэдов, машина не исчезнет. Если вы все-таки собрались в консульство Соединенных Штатов, то лучше сразу забыть об электронном и жидком. Правила теперь здесь жестче, чем при посадке в самолет. Вот, например, если бы я сегодня пошел за американской визой с зарядным устройством и айпэдом, то пришлось бы искать подходящую клумбу, чтобы это закопать, а потом откопать. Но осенью ведь не каждая клумба подходит для маскировки. Владимир Кобяков, Юрий Федин, Максим Беликов, НТВ, Москва.